Это Пульсня, и мы продолжаем. На южной границе США количество мигрантов из стран Центральной Америки увеличивается. Силовики продолжают их задерживать. Последняя партия людей высадилась на берег в Пенитасе, это штат Техас. На территорию Соединенных Штатов переселенцев переправили, по сути, контрабанды через реку Рио-Гранде. В нашей стране небезопасно, и там нет работы, поэтому мы идем за американской мечтой и просим убежища. Это мечта, которую мы с собой несем. Я надеюсь на Бога, что мы сможем достичь этой цели, и я надеюсь, что Бог нам поможет. Настоящее людское море стоит столько вдуматься в цифры официальной статистики. Американские пограничники задержали почти 100 тысяч человек в феврале. Это самый высокий месячный показатель середины 2019-го. Вновь прибывших по традиции задерживают и отправляют в спецлагеря. Политика времен Байдена мало в реальности. Отлично от курса его предшественника Трампа. И, похоже, именно поэтому у действующего президента возникают проблемы. Основная претензия общественников долгие отсрочки в рассмотрении дел. Из-за чего весомая часть пребывающих месяцами проводит, по сути, за решеткой. Два семейных центра содержания под стражей в штате Техас преобразуют в учреждения, которые по планам чиновников будут быстро обрабатывать семьи мигрантов и позволят им освободиться еще до оглашения финального судебного решения. Я хочу поддержать своих детей, поэтому я иду в США. Я хочу, чтобы они получили там образование. Я хочу, чтобы они узнали со временем, какой ценой достался нам этот путь. Через что нам довелось пройти. Администрация Байдена предоставила венесуэльским мигрантам, проживающим в Соединенных Штатах, статус лиц, пользующихся временной защитой. Официальная аббревиатура ТПС. Кроме этого, Белый дом работает над координацией международного давления на фактического главу Венесуэлы Николаса Мадору. Поставленная цель – добиться проведения новых выборов. В течение действия временного защитного статуса лица, на которых распространяется эта программа, не будут депортированы из США. Они могут получить разрешение на работу, а также свободно выезжать и въезжать на территорию страны. На данный момент в США проживают около 320 тысяч венесуэльцев, которые покинули свою родину из-за тяжелой экономической ситуации, гуманитарного кризиса и политической нестабильности. Большинство соискателей американских виз, которым было отказано во въезде в страну из-за запрета, введенного бывшим президентом Трампа, могут попросить пересмотреть принятое решение или подать новые заявки. Об этом сообщил государственный департамент, собственно, накануне, в понедельник. Глава Белого Дума Байден отменил запрет, также введенный предшественником Трампом, в первый день своего президентства, то есть 20 января 2021 года, назвав это в своем заявлении пятном на национальной совести. Представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что заявители, которым было отказано в выдаче виз до 20 января 2020, должны подать новые заявки и оплатить новый регистрационный сбор. По словам Прайса, те, кому было отказано 20 января 2020 или позже, могут потребовать пересмотра решения без повторной подачи своих заявок и без уплаты регистрационного сбора. По данным Госдепартамента, с декабря 2017-го около 40 тысяч человек были лишены права въезда в Соединенные Штаты в соответствии с исполнительным указом. При предыдущей администрации некоторые государства были добавлены, а другие исключены из специального списка. В конце президентства Трампа в него, в частности, входило, что удивительно, Мьянма, Эритрея, Иран, Киргизия, Ливия, Нигерия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла и Йемен. Ну, кстати, действительно, почему Мьянма туда входила, как-то никто особо сильно не понял, потому что, почему-то, страна не относится к числу. Все остальные мусульманские. Что делало в этом списке буддийского Мьянма, вообще непонятно. Но, так или иначе, мы видим, что, опять-таки, еще один момент, который в политике является прямым доказательством того, что предыдущая администрация расставила такие мины для новой, по которым она должна следовать, и она, в общем, не может резко изменить свой курс по тем или иным вопросам. Так вот, эта история, связанная с Венесуэлой и с Николасом Мадуро. И вот сейчас, в частности, было заявление, считаю, достаточно знаковое, о том, что этот режим должен быть демонтирован и смещен, и должны в стране пройти новые выборы. Собственно, то, что венесуэльцы уже давно на площадях добиваются. Мы знаем о том, что Байден, когда буквально вступил в должность, сразу в первые несколько часов заявил о том, что собирается полностью изменить представление об Америке, которое создал его предшественник Дональд Трамп. Мы также знаем о том, что Байден буквально поклялся в том, что его срок не будет напоминать третий срок Обамы. И никаких каких-то дирижеров за кулисами типа Обамы не будет. И также Байден поклялся в том, что его политика касательно иммигрантов будет в корне отличаться от политики, которую проповедовал, скажем так, Дональд Трамп. И буквально в начале февраля Байден распорядился найти и вернуть родителям детей, изъятых у мигрантов, нелегально пересекавших границу с Мексикой при его предшественнике Трампе. Байден также предписал радикально пересмотреть другие меры прежней администрации по борьбе с эмиграцией. Но в Белом доме оговариваются, мол, немедленной либерализации режима на границе пока не будет. Плюс ко всему стоит упомянуть о том, что всего за 4 года Трампа власти на границе были разлучены с родителями как минимум 5,5 тысяч детей. Известны случаи, когда родители депортировали на Раузину, а дети оставались в Америке. Их отправляли в приюты, в спецприемники. Ну или, конечно, распределяли по патронатным, так называемым, семьям. Ну и семьи разделяли на границы в правлении Обамы. Нужно быть и объективными. В администрации которого Байден служил вице-президентом, но реже, как правило, в случаях, когда у миграционных агентов были основания подозревать контрабанду людей. Очень многие сейчас аналитики и политологи говорят о том, что грядет, скорее всего, реформа иммиграционной Байдена, но конкретных пока шагов, таких серьезных шагов, сильных шагов пока не было озвучено администрацией Байдена. Да, но черновой вариант документов уже... Существует, но Байден пока отмалчивается. Пока никаких шагов по тому, что он легализует 11 миллионов незадокументированных иммигрантов, пока об этом не было заявлено, хотя все иммиграционные адвокаты уже готовы к тому, что многие уже будут подавать заявки для того, чтобы легализоваться в этой стране. И открытие немедленного границ тоже не намечается. Вот об этом тоже говорит новая администрация. Да, немедленного открытия границ не намечается, потому что сейчас мы видим, что вроде как можно что-то оспорить, но США со странами, с которыми введен визовый режим. Сейчас, конечно, происходит выдача виз для поездок, но в основном это продление тех, которые уже до этого были, то есть при повторных собеседованиях. А вновь человек, который первый раз сюда хочет попасть, также пока это сделать, насколько мы понимаем, не очень возможно. Но и внешняя политика тоже особо не претерпевает каких-то глобальных изменений, мы это отчетливо видим. Ну, вот, в частности, мы упомянули здесь историю, связанную с миграцией, уточнили, какое количество венесуэльцев находится в США, которые убежали сюда от режима Мадуро. Ну и действительно, вот что любопытно, в отношении Кубы тоже были предприняты меры. И сейчас мы видим, что как-то там некоторые конгрессмены прыгают, плачутся, рыдают, мол, что-то такое, как-то так. Кубу нужно срочно реабилитировать, чтобы можно ей было побольше килограмм денег давать. Но вот опять, опять этого не происходит. То есть, еще раз, заданные векторы в предыдущую каденцию лишний раз подтвердило, что нет какого-то там гениального Трампа, Байдена, Клинтона, кого угодно. А есть такая преемственность системы, которая до сих пор работает. И вот то, что той команде, которая работала с предыдущей администрацией, удалось заложить этот вектор, действительно это приятно, потому что мы понимаем, что среди каких-то крайне левых людей, которые часто пытаются найти возможность политического роста в рядах демократической партии, конечно же, наверное, давление на Венесуэлу казалось бы чем-то ужасным, страшным. Вообще, как можно такую хорошую страну давить? Но вот США все равно не будут снимать санкции с этого режима, и хотя бы как бы признаются о том, что они не привели к должному результату. Собственно, об этом, это такое мнение сейчас в администрации Байдена считается основным. Ну и вот, в частности, на анонимных, опять-таки, началах, на анонимных условиях, этот один из чиновников, работающего в администрации Байдена, сообщил, что односторонние санкции на протяжении четырех лет не преуспели в том, чтобы изменить электоральный результат нигде в мире. Односторонние санкции на самом деле не приводили к переходу к демократии при отсутствии многостороннего и скоординированного подхода со стороны международного сообщества, чего предыдущая администрация сделать не смогла, заявил этот чиновник. Ну и, собственно, представитель администрации, тот же самый, анонимный, упомянул, что режим приспособился, Мадуро, разумеется, к санкциям, и что нефтяные рынки давно приспособились к нефтяным санкциям. Тут, кстати, нужно понимать, что у Венесуэлы есть такой большой друг, который за ним всегда вписывается, и который пытался страховать своими деньгами, у этого друга денег скоро будет очень много, это друг Китай. Ну, там, в общем, понятно, там красный флаг, там красный флаг у них, у кого-то прям красный флаг, у кого-то так в душе красный, но все равно, понятное дело, для Китая наличие Венесуэлы недалеко от США, находящейся в таком вот состоянии, это та прекрасная разменная монета и та прекрасная карта, которую, конечно же, нельзя упускать. Если Китай ее упустит, то это будет, конечно, для Вашингтона приятной новостью, но совершенно неприятной для Китая. Но при этом все-таки действительно контролировать ситуацию в этой чудесной стране, тоже не надо думать, что вечно, да, несмотря на то, что чиновник из администрации Байдена сообщает, мол, только одних санкций мало, нужны выступления, ну, так, в общем-то, выступления и были, но мы понимаем, что выступлениями народными не всегда, ну, в общем, как бы, не всегда сочетание санкций и выступлений приводит однозначно к свержению режима, там должно быть еще некоторое количество других компонентов, но при этом такие компоненты могут скоро появиться, это совершенно провисающая, отвратительная экономика. Вот Венесуэла выпустила самую крупную в истории страны банкноту, знаешь, во сколько она, в миллион боливаров, вот, и, как пояснили в Центральном банке этого чудесного государства, новые банкноты нужны для удовлетворения потребностей экономики, как передает BBC, банкнота с рекордным номиналом из-за гиперинфляции стоит всего 52 американских центов. Когда-то в Беларуси выдавали зарплату мешками, да? Да, нет, кстати, у нас был чудесный пример зимбабейского доллара, они там триллиарды напечатать успели, а потом доллар исчез к чертовой матери. Поэтому, да, вот тут примерно такая же история. Ничто не нового под луной, что называется. Все уже придумано до нас. Ну и говоря, действительно, о внешнеполитических связях, мы сейчас говорим и о том, как внешняя политика будет влиять на внутреннюю политику, потому что, естественно, администрация Байдена, учитывая интерес Байдена к союзничеству, интерес Байдена к диалогу, мы говорим о том, что Байден теперь не будет усугублять ситуацию и не будет, что называется, доводить до греха, как когда-то Трамп обещал, там, взорвать какие-то точки в Иране и нажать на эту пресловутую красную кнопку. Теперь администрация Байдена готова к диалогу и готова к сотрудничеству или хотя бы под какими-то любыми предлогами склонить, скажем так, режимы, режимы диктаторов каким-то, каким-то, каким-то хотя бы переговорам, если это можно назвать условно переговорами, но тем не менее Байден не готов к конфликтам. Нет, ну, собственно, в общем-то и Трамп тоже был к ним не готов. И мы видим, что нынешняя администрация, она во многом повторила тезис предыдущей администрации, вот это вот желание невмешательства в Америке, это, вероятно, все-таки история, которая возникла на уровне истеблишмента, потому что Блинкин буквально недавно сказал, что, в общем, мы не будем войсками где-то убирать каких-то головорезов, заявление буквально свежее, ну, и мы понимаем, что, вероятно, вот сейчас Америка сворачивает свою какую-то такую активность, есть флагманов в некоторых местах, и, в общем-то, это даже плохо, потому что на это место может прийти Китай, а что будет дальше? Ох, страшно подумать. Ну, а пока же поговорим о том, как кремлевский пациент пытается законсервировать свою так называемую элиту, ну, или свиту. Все подробности после короткой паузы. Продолжение следует...